Дорогие братья и сестры К сожалению, ситуация довольно типичная. Многие священники сталкиваются с такими историями грустными. Проблему в семейной жизни можно сравнить с болезнью или с раной. Пришло два человека к врачу. Одного порез пальца, другого принесли на носилках с оторванной ногой. Оба больных спрашивают, что делать. Понятно, что палец можно заклеить пластырем, а без ноги придется жить человеку всю жизнь. Поэтому если семейная жизнь терпит и клонится к развалу, то придется приспосабливаться. Потому что в любом случае с таким человеком придется жить непросто. А если развестись, то возможно будет еще труднее. В этом вопросе, в ответе на этот вопрос заключен некий принцип. Скорее всего допущена ошибка. Поэтому, когда человек ошибается, не все можно поправить. И здесь надо отвечать двум категориям людей. Тем, которые еще не вступили в брак и тем, которые уже в браке живут. Многократно говорю молодым людям, что добрачное общение нужно рассматривать как генеральную репетицию семейной жизни. Нужно максимально полно охватить сферу вопросов, поведения, ситуаций. Проговорить, проработать, проанализировать, как вы ведете себя вместе вот в этих ситуациях. Потому что если до брака вы увидите какую-то проблему и вам она покажется серьезной, можно взять паузу и отложить вступление в брак. Но если люди уже создали семью и в процессе семейной жизни какой-то женщины спустя 4 года оказалось, что мужу в храме скучно, ходить он не хочет. Скорее всего проблема дальше будет двигаться. Перестанет поститься, соблюдать какие-то молитвенные правила, если они были. А дальше человек не может остановиться на этом уровне. Либо ты идешь к Богу через труд, либо происходит процесс деградации. Не только в храм перестал ходить, но могут начаться всякие проблемы неприятные. Допустим, в храм не пошел, поехал с друзьями на рыбалку или пошел играть в футбол или в баню. Ну а дальше мы все знаем, что этому сопутствует и пьянство, и сомнительные всякие знакомства с разными людьми. Развод, строго говоря, допускается в случае измены. Если до измены дело не дошло, надо постараться, постараться, помолиться, постараться ситуацию поправить. Возможно, охлаждение мужа к вере связано в том числе с вашим поведением. Иногда замужние женщины слишком ревностно показывают свою любовь к молитве, к богослужению, к постам. Муж еще не поднялся на такую высоту, он не может вместить в ваш режим духовной жизни. Поэтому относитесь к нему как к такому слабому немощному члену. Как две лошадки, которые бегут в упряжке. Должны соблюдать темп, который может выдержать слабая лошадь. Поэтому сильно придется сбавлять обороты. Так что попробуйте вместо религиозного обряда мужа окружить вниманием, заботой. Я тоже часто говорю замужним женщинам, у которых мужья не ходят в храм. Я думаю, что для них рекомендуется посещать ранние воскресные литургии, которые кончаются в районе 9 утра. И после службы нужно в прямом смысле бежать домой. Потому что муж, скорее всего, один, он только встает, только просыпается. Вы приходите с воскресной службы и целый день вы будете с ним. А некоторые женщины, наоборот, идут на позднюю литургию, дальше какую-нибудь воскресную школу посещают или чай пьют с прихожанами. Приходят домой ближе к обеду. Муж целое воскресное утро провел один. Ему скучно. Он не понимает, что ему делать. Жены нет. Посмотрел телевизор. Потом позвонил приятелю, и они куда-нибудь пошли с ним. А потом женщина начинает спрашивать, что случилось, почему у них отношения не складываются. То есть, если вы поняли, что в религиозном вопросах вы с ним разные, то вам придется все равно к нему приспосабливаться, если вы хотите сохранить семью. Если вы ничего делать не будете, скорее всего, ваши интересы будут дальше расходиться по жизни. И муж поймет, что вы не его человек. И это, конечно, очень грустно. Когда именно водораздел будет проведен по религиозному принципу. И такие истории известны. И мне в том числе. То есть, когда семья распадалась именно по тому, что женщина хотела жить, как ей казалось, по-христиански. Но это часто касалось только обряда внешнего. А муж этого не понимал. Он это как-то не ценил. Поэтому у него остались свои интересы, свои привычки. Так что у супругов за годы жизни не образовалось какого-то общего поля интересов. И даже дети, которые рождались, они тоже ничего не поменяли в этой ситуации, в этой проблеме. Так что здесь никаких таких советов обнадеживающих дать нельзя. Еще раз скажу, что это некий принцип, который вскрылся в семейной жизни. Да, по отношению ко Христу все люди разные. И скорее всего на стадии добрачного общения вы это не почувствовали, вы это не поняли. Возможно муж тоже решил казаться тем, чем он не является. И не рассчитал свои силы. И в конце концов соскочил на привычный уклад жизни. Но развод это крайний шаг, это крайняя степень решения проблемы. Поэтому не надо пока о нем думать. Может быть надо, повторю, надо обратиться к Богу с молитвой. Попросить о том, чтобы семья сохранилась. И показать со своей стороны вам, как жене, что вы его любите. Что вы исполняете заповедь евангельскую. Возлюбить ближнего. А муж это самый близкий человек для вас. И окружить его вниманием. Немножко быть свой такой религиозный пыл сбавить. Чтобы отношения стали более добрыми, более теплыми. Вот постарайтесь эти советы исполнить. И Божьей помощью, чтобы ваши отношения стали лучше. Внеси свой вклад. Оцени. Подпишись. И поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok